Здравствуйте, дамы и господа! Представляю вашему вниманию самый простой на данный момент способ создания своего собственного аватара для VRChat с использованием вашей или любой другой фотографии. При этом аватар будет кроссплатформенный, как вот здесь вот написано, то есть вы его сможете использовать не только на PC VR гарнитурах, но и также на Oculus Quest. Итак, использовать мы будем сервис под названием Ready Player Me. Ссылочка будет в описании, переходите по этой ссылке и затем нажимайте на кнопку «Создать ваш аватар». Нажимаем на эту кнопочку и далее мы выбираем гендер, точнее пол или скорее строение тела. Либо мужской тип, либо женский, либо не имеет значения. Мы выбираем мужской в качестве примера и теперь на этой страничке мы можем сделать сразу же фотографию через веб-камеру вашего устройства. Нажимаем на кнопку «Сделать фото» и далее мы разрешаем доступ для использования нашей веб-камеры. Если у вас нет веб-камеры или вы хотите использовать уже готовую фотографию, нажимаем вот сюда вот на выбор фото, выбор файла и затем выбираем фотографию. Вот такую фотографию я загрузил, чтобы было наглядно и заодно, чтобы мы посмотрели, как работает алгоритм создания аватара по фотографии. Нажимаем «Принять» и затем ждем какое-то время. Спустя пару мгновений наш аватар генерируется и мы переходим к непосредственной настройке кастомизации. Готово! Наш аватар сгенерировался. Ну, сложно сказать, похож ли он чертами лица на океану Ривз, конечно, но мы сейчас можем с помощью кастомизации выбрать прическу, например, и сделать его более похожим. Как вы видите, алгоритм несовершенен и пока что кастомизация довольно скудная, но зато это действительно самый простой способ более-менее похожего персонажа создать по любой абсолютно фотографии. Главное, чтобы на фотографии было нормальное освещение. Ну и, собственно, теперь в этом меню мы можем доработать нашего персонажа вручную, выбрать прическу, выбрать костюм, выбрать бороду, цвет глаз и цвет любого элемента одежды, брови. Вот здесь вот есть также какие-то аксессуары можем добавить, например, на очки и даже маска, смотрите, здесь есть, видимо, не только маски, так что и цвет кожи еще можем поменять. Так что возможности какие-никакие есть у этого сервиса в плане кастомизации. Ну, если выберем какую-нибудь стандартную рубашку, да, ну, конечно, не очень похоже на океану Ривз, но мы сделали все, что в наших силах. В конце концов, алгоритм будут дорабатывать и добавлять какой-то новый контент. Итак, мы закончили с созданием персонажа, нажимаем закончить, вот здесь вот справа вверху, и затем, если вы желаете, вы можете ввести здесь адрес электронной почты, но мы нажимаем скипнуть, продолжить без использования адреса электронной почты. Теперь у нас есть возможность сразу импортировать модельку в VRChat, либо скачать ее отдельно, загрузить в Unity и как-то еще дополнительно закастомизировать. Естественно, вы вольны, а затем уже с этой моделькой делать абсолютно что угодно. Аватар в формате FBX, по-моему, если я не ошибаюсь. Но мы сейчас рассмотрим более простой способ для совсем новичков, для ребят, которые не хотят вообще заморачиваться. Нажимаем на вот эту вот кнопочку «Импортировать в VRChat», и нас перекидывает на непосредственно официальный сайт VRChat. Здесь мы логинимся, ну или заранее можно предварительно это сделать. Совершаем авторизацию, и далее подключаем это приложение к нашему аккаунту. То есть соглашаемся на предоставление доступа, и затем наш аватар уже готовится, нужно еще немного подождать. Это финальный заключительный этап, и наш аватар будет автоматически загружен в игру. Как видите, занимает это приблизительно 10-15 минут, как здесь написано. Прямо сейчас мы уже можем безопасно закрыть это окно, не нужно держать его открытым. Просто ждем 10-15 минут, и затем уже переходим непосредственно в игру, и наслаждаемся нашим аватаром. Спустя какое-то время, обычно это около 10-15 минут, вы заходите в игру, а затем переходите в раздел «Аватар». Здесь и находится наш аватар, Киану Ривз. Издалека может даже немного похож. Или, возможно, на Дмитрия Маликова. Больше похоже, уж не знаю. Собственно, теперь мы можем сменить наш аватар и взглянуть на себя. Все, наш аватар готов. Как вы видите, присутствует синхронизация губ, даже какая-то анимация моргания и так далее. Да, действительно, наш персонаж также моргает. Губы двигаются, шевелятся, и, соответственно, в целом выглядит вполне неплохо. Похоже, немного на персонажей Sims, но, тем не менее, авторы этого сервиса действительно постарались и будут улучшать, в том числе, алгоритмы. И, возможно, дополнительный контент какой-то выносить. В общем, они нашли такой некий компромисс, золотую середину между реалистичностью и простотой. Также аватар должен поддерживать full-body, так что, если у вас имеются дополнительные трекеры, никаких проблем не должно возникнуть. Весь процесс у нас занял где-то 15-20 максимум минут. Если вы не хотите ожидать еще время загрузки, вы всегда можете самостоятельно загрузить аватар, если обладаете базовыми навыками и знакомы с Unity. Вы всегда можете просто скачать модельку, он дополнительно может ее отредактировать, что-то поменять, что-то улучшить, что-то видоизменить. Уж в Unity и в Blender вы можете поменять абсолютно все, что угодно. Все, естественно, ограничено вашими навыками. Ну и затем самостоятельно загрузить аватар. Никто вам не мешает это сделать. Просто у сервиса есть дополнительная возможность в два клика сделать это за вас. Но подождать придется. В зависимости от нагрузки на сервера, может быть, придется довольно долго ждать. Но если вы уж совсем долго ждете, то попробуйте еще раз. Наконец-то появился действительно простой и доступный способ создания своего собственного аватара. Без каких-либо познаний в моделировании и так далее. Буквально в несколько кликов вы можете сделать свой аватар. Также есть еще сервис, который позволяет создать аниме аватаров в стиле аниме. Но там все гораздо сложнее. Там автоматически, насколько я знаю, не загружается на аватар. И вам все-таки придется качать SDK, качать Unity и самостоятельно загружать на аватар. Здесь же все максимально просто. И при этом персонажи, ну, около реалистичны. Назовем их так. Что ж, господа, на этом мы закончим. Все ссылки я оставлю в описании, как я уже упоминал. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok